Короткое вступление, просто чтобы вы понимали, примерно год, даже больше, я садился в свою E90, вот как этот вот чувак, это просто максимально уместный мемчик. Так, ну все, ребят, сегодняшняя серия начинается с упаковки, все, в общем, загрузил, будем двигать. Так, сегодня, в общем, хорошая повода, хорошее настроение, вчера был лошадь, знаете, по всему трепетно, потому что мы будем убирать вот эту вот вещь, а это я буду делать впервые. Ой, блин, давненько уже ничего такого я не делал, может, возраст сказывается, я не знаю. Я не знаю, я очень надеюсь, что у меня уже в скором времени не получится вот так, просто так, братья, снимать видео на ходу, держать телефон рукой. Ввиду того, что я буду вынужден переключать передачи руками, а не на автомате. Ну, собственно говоря, по мандражу. То ли возраст, то ли, то ли что, то ли я просто что тяжелый на подъем встал, то ли просто уже, ну не знаю, как-то раньше мне это все было проще. Так, ну веселее едешь. А, что сегодня? Сегодня едем ставить механику на М-62. Класс, пофигу, вообще весело, все супер, хорошее настроение. Может, кажется, ну сказывается, конечно, и то, что война как бы устранить, все остальное, но об этом поговорим позже. Вспоминаю тоже и на 36-й такое же было, боевое, без какого-либо там мандража или что-то еще. Ну, мандраж не то, что страх, а просто как-то именно тяжесть на подъем. Вот это вот только могу сказать реально. И тоже вот М-62 там капиталил, ну вот так, когда капиталил М-62, когда я елизовал, то был страх, естественно. Вот, когда ребилды где делал, там вообще налегке, вот так раз и все. Вот, ну в общем, посмотрим. Тут просто соль в том, что есть определенные, ну, нюансы такие некоторые. Первое то, что мы избавляемся от полного привода, вот сразу говорю. Ну, и давайте вот полемику, опять же, еще раз чуть-чуть позже я это все опущу, расскажу, когда все, дай бог, будет готово. Следующее это фактор того, что, давайте так, по-честному. Я на текущий момент, я не нашел, не нашел свап-комплекта механики на рядную шестерку N-серии. Не нашел, просто не был. Была летом, я помню, находил. Прошлым летом, весной, прошлой весной. Я находил свап-кит на механику на полный привод, на X-Drive. Там вообще максимально простой свап на механику, потому как, ну, даже кардан не нужно менять, по сути. Вот, ты просто меняешь коробку, там, педали добавляешь, кулису и все-все готово, поехали. Вот, то в моем случае сейчас получается сложно, ну, по вышеописанным причинам. И причина еще в том, сложность в том, что коробка моя не маховик, не от рядной шестерки, а от рядной четверки. И здесь такой скользкий момент, потому как я был готов и хотел купить коробку от рядной шестерки, но в тот момент, когда я ее искал, а я искал долго, я ее не нашел. Вот, там, что-то мудрить сложно в этом плане. Вышел на связь с некоторыми людьми, отзывчивыми разборщиками, которые, как бы, проконсультировали. И, ну, вроде бы как, вроде бы как, подходит коробка от N42 и N46. В моем случае это N42, я взял пятю ступку, потому как это эксперимент, дабы, ну, смысл переплачивать мне там сверху 200 баксов за N46, за шести ступ, если, по сути, если она вдруг не станет. Это первое. Да и второе, как бы, я по трассе не собираюсь на этой машине ездить, ни пятая передача, по сути, даже не нужна, не говоря уже от шестой. То есть, с этим вроде как разобрались, да, вроде понятно. Следующий фактор это маховик. У меня маховик на серии N, на шесть болтов нарядника. И, опять же, не нашел я, так как и коробку, так же и маховик не нашел. Не было на тот момент, когда я, как бы, искал. Соответственно, тоже взял маховик от четырехцилиндровой. Благо, там тоже на шесть болтов маховик. И вроде бы как, дай бог, будем проверять вот сейчас вот это все. Что, ну, раз там шесть болтов, то и здесь шесть болтов. И должно, по идее, в теории, если все хорошо, ну, подойти, как бы. Проверим. И единственный, как бы, нюанс, это то, что сцепление на, ну, на шестицилиндровых на 240 миллиметров. А на четырехцилиндровых у нас сцепление на 228. Но, но, я на 4.4 ездил, на сцепление 228. Там был кастомный маховик на базе М20-го маховика. И на сцепление 228 она у меня ездила и держала. Да, я менял диск сцепления раз в два года, но там 4.4, извините, 440 момента. А здесь, как бы, ну, во-первых, нет столько момента, во-вторых, не 4.4, да. Да, я понимаю, что там, как бы, на вырост это фигня полнейшая. Но, ничего мне не мешает потом что-то придумать с этим сцеплением. Либо, либо перейти на 240-е, либо перейти на кастомное. Так, ну, а сейчас, сейчас я еду. Игорю, это тот человек с золотыми руками, который свапал мне механику в 36-ю, свапал мне механику в 39-ку М62. Гильзовал, ну, капиталил М62 мой, помогал мне с Ребилдом, вот, все это, все он делал. Он мне ставил редуктор с блоком. Он мне, ну, он делал все. Он очень многое делал из ответственных таких работ. И вот сейчас я, как бы, очередной раз, само собой, доверяю ему работу здесь. Вот, и без него вообще, вообще никуда. То есть, как говорится, люди это все. Процесс идет, процесс движется потихоньку. В принципе, я не вижу смысла, как бы, загружать у вас. Может быть, это интересно было бы, но... И ссоваться под руку тоже не хочется человеку. Сейчас, вот, короткий такой промежуточный этап опишу вам, покажу, что сейчас на текущий момент сделано. И, ну, в принципе, вот уже скоро начинаем снимать автомат. Это, это не наши, это, это вот ваши. Вот наши, это вот. В принципе, на прошлом видосе я вам все показал. Вот кардан. Кардан от моей Е90. С тем, как мы это все будем стыковать, я... Ну, как мы придумали это все, я расскажу позже. В принципе, это сейчас на текущем момент не актуально. Ну, из того, что актуально, это косяки. Косяки покупки запчастей. И с этим вы тоже 100% столкнулись. Прямо 100%. Третий раз закупаю запчастями на свап. И, вот, смотрите, затупил. Вот видос вам снимал в прошлом и показывал, что уберите кулису в сборе. А сам смотрю, нет вот этого элемента, который к коробке присоединяется. То есть, самого этого штока управляющего передачи, его нет. Соответственно, ничего нет. Вот этой вот резинки сайлентглока в кузов тоже нет. Вот этого вот крепления к коробке тоже нет. По болтам. Мне насыпали болты от маховика к автомату. То есть, собственно говоря, они у меня на машине и так как бы есть. Они короткие. То есть, вот двухмассовый маховик, он толстый. Вот, если сюда вот приблизить, как бы, да. Вот, вот, дальше они не заходят. Такая вот фигня, короче, попадала во с этими болтами. Вот, придется что-то изобретать. Ну, что изобретать? Придется его искать. Вот эти вот болты. Дальше. Здесь у нас траверса от, грубо говоря, ну, от узла автомат и раздатка. Кардан с раздатки на переднюю ось. И еще один нюанс, это то, что будет касаться непосредственно с лапов полного привода на задний. Это то, что вот такая вот траверса, как бы, ну, она и такая не подходит, и такая не подходит. Потому что кузова чуть-чуть разные, вернее, дно кузова чуть-чуть разное. Сейчас я вам это попробую, постараюсь показать. Вот у нас здесь все как сейчас выглядит. И, в общем, вот здесь вот, вот эта вот ниша, вот она идет под раздатку. И здесь нужно будет выварить кусок крепления. В общем, я вам тоже это все в будущем покажу. Ну, с металла, скорее всего, то есть такая переходная кусочек траверса, на который будет опираться эта сторона. То есть с этой стороны здесь сюда оно подходит. А с этой стороны этого нет, видите. То есть оно смещено геометрически назад. То есть тут симметрично, по идее, должно быть. Как правило, во всех было такое. Но в данном случае у нас полноприводное. И здесь вот в кузове сделана ниша такая. Вот. И, в общем, придется нам тут чуть-чуть изобрести кое-что, чтобы сошлось крепление. Вот, как бы, сделать такое же крепление здесь посредством переходника. Вот таким вот образом. Места крайне мало. Очень мало места болтов, которые крепят автомат к блоку. Вообще, все их по стене видно. То есть туда добраться, я не знаю, как это Игорь будет делать. Но доход сам будет, ну, прилично, конкретно. В общем, с этим большие-большие сложности. И автомат с раздаткой очень тяжелый. Вдвоем мы его не снимем. Я, ну, мы сейчас пока не знаем даже, каким образом это мы будем осуществлять. Все работы Игорь сделал вот сейчас буквально, ну, за 4 часа. То есть я заехал, и вот за 4 часа вот такой вот результат. Сегодня, в любом случае, мы снимем автомат. И попробуем, ну, по болтам пристрелить, попробовать, ну, по болтам без болтов, пристрелить, попробовать маховик. То есть если маховик подходит, половина дела сделана. И, ну, я не знаю, может быть, попробуем еще просто вот прикинуть, как коробка станет по укреплениям, по колоколу. И где, возможно, чуть-чуть ее, возможно, придется подрезать. Ну, в общем, я сейчас немножечко еще переживаю, потому что позиция стартера на колоколе, ну, вернее, отлив под стартер на колоколе должен сойтись, да. И, в принципе, ну, в общем, есть нюансы, где все должно сойтись. Но в теории, в теории, насколько я вот осведомлен по BMW, сколько у меня же опыта, больше 10 лет на BMW Катошу. И, как правило, с 4-цилиндровых на 6-цилиндровые все подходит. Плюс-минус, ну, подходит. Очень надеюсь, что и в этом поколении они не изменили этой своей традиции. Так, ну, тут в салоне процесс идет полным ходом. Это уже, это уже можно, по большому счету, будет вынимать. Педаль тормоза снята. И сейчас будем протягивать тормоза сцепления. Вот там вот. Вот, кстати, в чем кайф свежей машины. Там внутри все очень-очень чистенько, аккуратненько. В общем, кайф. Так, ну вот, ребята, в общем, автомат снят. Очень тяжело было его снимать. Он, блин, он, в принципе, вообще очень тяжелый. Вот он лежит. Вместе с раздаткой. Это вот все вот. Вот так вот. Это, кстати, 162 коробка. Это... Это не мне. Ну, а так все выглядит. Конечно, не очень чисто. Очень полезно. Но... Ну, а тут даже вот... Вот так все довольно-таки неплохо выглядит. Самник колонвала целый. Ну, в принципе, 200 тысяч пробегов нормально. Просто, что очень сильно течет насос ядроусилителя. Вот здесь вот... В общем, оно затекало и засрало вот это вот все дело. Вот. Ну, в общем, здесь все выглядит вот таким вот образом. Так, теперь идем. Идем, идем, идем туда. Что у нас здесь? Очень важный нюанс. Очень важный момент, ребята. Только что проверили мою теорию. В общем, все-таки, как ни кричи, а опыт не кричешь. BMW-шная моя догадка дала о себе знать. Это, в общем, пластинка. Ну, такая она стоит между коробкой и двигателем. В принципе, не совсем я понимаю ее назначение, но суть в том, что она есть. Мы ее взяли, как бы, ну, это отпечаток от блока, да? Грубо говоря, можно использовать. Это коробка N42. Точно такая же коробка с таким же колоколом стоит на N46. И вот, как она к блоку, грубо говоря, все подходит вполне себе отлично. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Одной рукой сложно так выставить. Здесь, кстати, вот единственное, что сразу говорю, вот этот направляющий, она мешает, ее спилить нужно. А так, положение стартера все, все сходится. Мне себе довольно-таки неплохо. Все очень хорошо. Вот там вот попадает. Очень четко по болтам. Короче, коробка подходит. И, согласно, маховик тоже подходит. Вот этот вот автоматный маховик, а это маховик с, тут, что я говорил, тоже с N42. Вот такой же маховик, по сути, на N46. Вот таким образом мы это определили. Вот таким вот образом прикладываем. И по зубам венца, так, сейчас выставлю, вот, пожалуйста. То есть, вот так же вот он входит. Вот таким вот образом. Ну и по разболтовке, соответственно, ну, как бы тоже мы примерили. Шесть болтов, шесть болтов, и межболтовое расстояние одинаковое. Короче, все очень четко сошлось. Даже можно приложить раз, так приложить два. Все сошлось. В общем, подличненько. Это очень хорошая новость. То есть, коробка станет, у нас маховик станет. Осталось делать техники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА